Он был педагогом от Бога. У них было разделение. Даже, я бы сказал, с актёрами было разделение. Елена Сёдна репетировала с одним, а с другим репетировал Василий Васильевич. Он так показывал, что артисты считали, почему он играет эту роль в театре. Он показывал феноменально Фердинанда в «Коварце любви». Он показывал «Отелло». И всё, почему он не играет «Отелло». И он верил. Он верил, что может сыграть «Отелло». И от этого не сыграл то, что ему положено было сыграть. Но он же думал сыграть сего островского. Я уговорил его. Он перелечил «Ни в свои сани, не садись». Это была любимая роль Варламова. Я вообще думаю, что Василий Васильевич был подлинным творческим наследником великого Константина Варламова. Вообще так говорили, что Варламов Давыдов, Меркурий Столубеев. Я ему уговорил. Он парчёв сказал. Вы знаете, Александр Аркадьевич, я могу это выучить. Давайте будем играть «Ни в свои сани, не садись». Только Ириша будет нам помогать. Он её обожал. И племянников он любил. Вот племянникова чудный артист здесь, на Литейном. Но Меркурьев, он был сын Петра Васильевича. Чудный был артист. Его не стало, по-моему, год тому назад. Он был действительно любящий отец. Покажи-ка свой дневник. Мерзавец. Скотина. Да. Печально. Если хочешь ему пользы, обязан держать его в южовых рукавицах. Вот моя Нина прелестно воспитала девочек. Дисциплинированные. На рояле учатся. Почему? Потому что держат в южовых рукавицах. Была такая пьеса. Глубокие корни. Антироссийская пьеса, где негр Бретт, его полюбила белая девушка Неви. Играл Липзак. Сел-селектор. Они обожали эту пьесу. И Меркуриев вместо Крюгера Владимира Романовича сыграл Бретта. Но то, к чему он стремился как актёр, великолепно сказывалось в режиссуре. У него были замечательные дипломные спектакли. Просто один лучше другого. Но это было сочетание. Это было сочетание дочки Мерхольда с биомеханикой и с учеником Вивианом Меркуриевым, который был реалистичен до быта. Я никогда не забуду, как он играл Рахипова в годах странствий. Маленький эпизод в конце спектакля. Он выходил и держал кружку у лба. Он ударился. Чтобы не было синяка, он держал кружку. И на этом приспособлении играл огромную сцену. Это вообще был чудный спектакль. Вообще Музелеон играл очень хорошо, но боготворил Вивиана. А своим Бреттонычем Кошичем не получилось. Это, бывает, не получилось. В кино он его получал со всеми. Со всеми. И с Луковым, и с Фридом. Начиная от Тимошенко. Мы парни бравые, бравые. С небесного тихохода. Мы парни бравые, бравые, бравые. Но чтоб не сквозили пороги наступлявые. Мы перед вылетом еще не поцелуем горячо. Идите к людям через левое плечо. Пора путь на роду. Дорогу даю, даю, даю идем. Над милым порогом хочу звереным тебе крывам. Пускай судьба заросит нам далеко. Пускай ты к сердцу только никого не допускай. Взяли, поклонились, сели. Все. Он безумно захотел сыграть Рембрандта. В пьесе Кедрова не читал. Репетировал. Уже совсем больной. И Галя Карелина, я не смог ее сегодня позвать, рассказала, что он прочел монолог полностью, без подсказки, монолог Рембрандта. Но если я не могу и не доверять, то Гале я доверяю. Она слышала это. Она была его партнершей в последней жертве, где он говорил, что Рафа Федуловича в Александринке. Очень хорошо. Но это, они говорили, было какое-то провидение в будущее. Прежде чем просить, вы мне дайте отчет, куда вы делите деньги, которые вам муж оставил. Как? Вы требуете от меня отчета? Да. Да не надо. Я и без вас знаю, куда деньги делись. Эта история простая. Любовник долго не идет. Сейчас посла за ним. Возьми, что хочешь, только приходи. Мало тысячи возьми две, а ему чего же не взять. Потом, потом, мало пять возьми десять. Вот куда идут наши деньги. Ах, Флор Федулович! Ну, а любовнику чего же не бросать деньги? Он, не считая их полный горсть, все в карман кладет, не считая и бросает. Так что за напасть? Может быть, все равно и правда, но... Мы оставим этот разговор. Он ни к чему не поведет. Может, вам за город куда не угодно, Лиз. Покуда благоприятная. Кадуджу послушать. Любопытно. Она не криволка. Эти женщины совсем особенные. Кадуджу... Не мучайте вы меня. Послушайте. Ну, страшно обидно, что он не сыграл Ноздрева. Что он не сыграл Городничева. У него будет теноровый голос, у Баса, Баса Толубеев играл Городничева. Он мог сыграть всего Гоголя. Ауша Александра Николаевича. Асторский писал для него. Ну, я говорю, умозрительно. Как писал свои роли для Варламова. Он был гигант. Последний гигант Александринки. Его принимали все. Потому что талант его, его темперамент, его юмор, его невиданное, не имеющее равных обаяние. Он же не очень любил Грин. Я даже не помню, где он пользовался гумозом. Только в роли Фамуса, которого он сыграл совсем молодым, перед войной, два-три раза и ушел. Утажник ушел с роли Казарина в постановке своего тестя. Сейчас равного артиста, ну, может быть, был равен Коля Трофимову. Может быть. Я не знаю. Он ушел не доиграв в театре и возместив это тем, что все доиграл в кино. Где у меня не было, повторяю, ни одной неудачи. И думал, что он был великий педагог. Великий интуитивный педагог. Это абсолютно незабвенная фигура среди великих артистов всю свою жизнь отдавшему служению нашего города. Минуточку! Одну минутку! Горя, прошу, Горя. Адель закончательный. Руби концы. Есть! Горя, Горя, ну-ка, щелкни. Я хочу запередлеть момент вашего расставания. Горя, готова, да? До свидания, товарищи. Редактор субтитров А.Семкин